И я возвращаю ответственность за это, за достоверность этих преданий тем, кто их передал. Имеется ввиду, что доводы, которые сообщаются относительно атрибутов Всевышнего Аллаха из Кур'ана, также из сунны пророка, саллиллаху алейху ассалям, из тех доводов, которые передали кто? Имамы, справедливые, праведные, заслуживающие доверия, которые заучивали эти хадисы, на которых зыждется эта религия, все это я оставляю им. То есть, это целая наука есть отдельная, мусталя хадис, или который изучает риджаль. Как вы знаете, хадисы переданы нам каким образом? У них есть цепочка передатчиков, и есть отдельная наука, которая разбирает каждое звено этой цепочки передатчиков, которая состоит из людей, из риджаль, из мужей этой общины. И ученые рассматривают каждый, вплоть до его памяти, какой она была, и так далее, и тому подобное. То есть, это очень тонкая наука. И кто бы не передал заслуживающее доверие, доверенность которого была доказана, или правдивость, религиозность, хорошая память, которого была доказана и утверждена, мы должны принять этот хадис. В отличие от ахлюль-бида, от перевернцев-херетиков, которые говорят, нет, мы еще смотрим на количество передатчиков. Если это передала большая группа, а другой большой группе, только тогда мы принимаем. В этих вопросах принимаем, вот в этих не принимаем. Если это мутаватир, принимаем. Если ахад, то не принимаем. И так далее. Все это не путь ахли-сунна. Путь ахли-сунна опирается на слова Всевышнего Аллаха. «Инна я нахну наззальна зикра, ва инна лахуля хафизун». Воистину мы не спослали напоминание, и мы его сохраним. Под напоминанием имеется в виду как Кур'ан, так и сунна пророка, салли-аллаху алейху ассалям. Аллах, субханаху а талли, сохранит как свое писание, Кур'ан, так и сунна его посланника, салли-аллаху алейху ассалям. Она также будет хранима. Но есть свои причины, есть свои азбак. А это мужи, это мухаддисун, мухаддисы, которые изучают цепочки передатчиков, изучают науку хадисов, и посредством них отделяют достоверное от недостоверного. Посредством них Аллах охраняет эту религию. Как Кур'ан, так и сунну также. И в словах Всевышнего Аллаха, «Инна нахну назальна зикра» Воистину мы не спослали зикр. Под зикр имеется в виду как Кур'ан, так и сунна. И мы ее сохраним. Сунна также хранима Всевышним Аллахом, как и Кур'ан. В другом айте Аллах, субханаху а талли, говорит, «Ва анзальна илейка зикра, литубегина линна симану зиле-ляхи». Мы не спослали тебе зикр, для того, чтобы посредством него ты разъяснил то, что было неспослано им до этого. То есть мы не спослали тебе сунну, чтобы посредством этой сунны ты объяснил людям то, что было им неспослано до этого из Кур'ана. Имеется в виду. То есть Аллах в Кур'ане сунну также называет зикр. Поэтому здесь нет ограничения только, что Всевышний Аллах, субханаху а талли, сохранит Кур'ан. Нет, точно так же сунну. Точно так же сунну. И поэтому из акыды ахли сунну валь-джама'а то, что они не отдают предпочтение своему разуму, не дают образ чему-либо из атрибутов Всевышнего Аллаха, субханаху а талли, потому что Аллах сказал «Валай ухитунабихий альман» и они не смогут охватить его знание. То есть когда Шаих сказал «И я возвращаю ответственность за это тем, кто ее передал», вот он хотел обратить внимание на то, то, что мы смотрим на достоверность тех аятов и хадисов, которые сообщаются об атрибутах Всевышнего Аллаха, субханаху а талли. А за достоверность отвечают нуккаль, передатчики этих хадисов. Там уже своя наука, как мы сказали, отдельная. Это уже совсем отдельный разговор. «Уасуну ан кулли маю тахайялю» То есть «и защищаю от всего того, что может представиться в голове». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!